Находимся у этой пирамиды, здесь вот гробницы находятся еще одни, это не пирамиды, такие поменьше. Вот спускаемся сюда, смотрим, что здесь у нас, вот такие вот какие-то древние кирпичи. Так, он опьет, так, сейчас опьет, опьет, допустим. Да-да-да, скользко, скользко, тесноватенько. Подземелья. Ничего себе. Так, надо сейчас. Если вам трудно, то сходим. Не, нормально пока. Так, сейчас мы выключим телефон и пойдем так, без этого. Я не на форт, а я вам покажу, как? Хорошо, вот спустились на корячках сюда, здесь еще, кажется, вниз идет такое углубление. Сейчас будем спускаться дальше. Шахта у нас тут. Мне не удалось залезть туда. Там для худеньких я побоялся там застрять, что я не грязно и тесно. Не знаю, не знаю, там достойно ли. Да, после того, что я видел уже, смотреть рядовые гробницы. Ну, вот эта пирамида отсюда. Вот. Здесь перепачкался, как поросенок. Потому что он только на корячках можно залезть. А там он оазис. Зеленый оазис. Здесь все растет. А здесь уже пустыня. Гид полез снимать, фотографировать. Что-то внутри. Не знаю, надо ли это. Главное, чтобы он сам там не застрял. Так. Такие вот гробницы. Захоронение. Гробницу. Очень узенькое окошко ведет. 60 сантиметров на 40. Туда только наш гид смог протиснуться. А здесь пытались сделать нормальный вход везде. И камни обрушились. И вообще не стали продолжать. Потому что не крепко все это было. Уже все составилось. Гробницы это. Итак, одна из самых древних пирамид. Пятая по размерам. Четыре с половиной тысячи лет назад построенная. Еще песком не откоплено. Мы пытались откапать. Она начала разрушаться. Поэтому оставили песок как есть. Только что там были внутри. Вот такая вот большая пирамида. Экспериментально. Здесь не было никаких пневмоний, ни саркофагов. Потому что кто строил, он решил в другом месте себе построить. Поэтому это, скажем так, экспериментальный вариант. Но для гробницы тоже здесь рядышком. Здесь сюда залазили. Но я не долез, потому что там 60 сантиметров на 40. Может застрять. Но там особо ничего интересного. По средствам в уксоре. Ну, именно в плане старинной. Очень интересно. Историческое точки зрения. Такая вот штукенция. И одна из пирамид. И едем к следующей гробнице. От этой дороги. Сможной. По пустыне. Гробницы мы сейчас подъедем. Вот в этой большой гробнице. Она вся, к сожалению, засыпалась. Тут они, значит, раскопали одни из известных артефактов. Муж и жену. Там уж в черных одеждах. Женщина белых. В музее КРС. Ну, еще какой-то красивый этот самый надпись. Но, к сожалению, все обрушили. Потому что все это глиняное было. Это все глина. Глиняные кирпичи. Вот они лежат. Здесь вот видно. Даже не то, что глиняное. Это саманное. Все равно насыпется. Даже сейчас вот эти кирпичики. Поэтому все это со временем уничтожено. Вот какая огромная стена была. И все вот она плыла. Как в Узбекистане. Но здесь воды меньше. Поэтому здесь дождей мало. Поэтому сохранилось больше. Вот такая вот гробница. Вроде как-то большая. Вроде как, к сожалению, много чего разрушено. Много, видите, получилось найти. Вот, кисоманные стены. Вот у них глина. Сказывается, что, может быть, они хотели строить это как броню. Но потому что это не из камня. Вот он. Понятно. Как это выполняется граница. Сейчас. Спасибо. Такая вот необычная кладка. Идет вот. Ну, что для усиления. Скажем так. И там вот. Пирамида. Не, я оттуда. Пирамида, я. Ребята, полиция не дает снимать себя. Езжаем от этих гробниц. Обратно к пирамидам. К пирамиде, точнее. Вот эта пирамида. Классная. Она исками сделала. Поэтому она, слава богу, сохранилась. Вот эти. Открыли все. В этом районе очень много фабрик, производящих кирпич. Здесь, видимо, почва соответствующая глиняная или традиционно. Так сложилось. Ну, вот. Вот все эти трубы. Это кирпичные заводы. Больше 150 штук. Фабрик. Судя по пирамидам, которые сохранения были, видимо, здесь разок был этот умысел. Потому что здесь до сих пор стоят некоторые глиняные постройки. Саманная, я бы сказал правильно. Глина с этим. Но сейчас, наверное, кирпичи все-таки делают нормальные. Вот уже вот эти трубы. Рядом с ним, значит, постройки такие. От жары полугубые крыши. И голубятни обязательно. Мечеть, кстати. Голубятни, врачи голубей, чтобы покушать. Нашим-то что-то загрузил оттуда. Куча голубятни настроена сразу. Какой-то очень непромышленный, промышленное заведение голубей. Опять голубинная фирма. И пальм оборачивать финиклы. Какие-нибудь места. Парень у нас из хозяйственного везут на продажу. Что это, помидоры или редиску? Какой докер везли. Харо. Харо. Такая голубятня. Здесь же такая мечеть нестандартная. Места баронов. Какой фабрик на том числе. Кирпичный завод. Картошка. Да. Угу. Кирпичные завод зак labels. Во. Пар Deep比ента в итоге она говорит. Пар Дюбет поблагодарю. Угу. Места неблагодаря. Продолжение следует...